Сегодня в чайных параферналиях. Международный день чая по старому стилю, грузинское чайное масло, два чайных семечка из космоса, самый дорогой осам, Алексей Митрофанов и незнакомые чайные истории, компенсация гречихи татарской вьетнамским жасмином и спасибо всем, кто помогает делать чайные параферналии. Поддержать нас рублем можно по ссылке в описании ролика. Здравствуйте! На прошлой неделе многие русскоязычные чайники и немногие чайники нерусскоязычные со сдержанным энтузиазмом отметили Старый Международный день чая. Ну, на самом деле, все уже давно знают, что раньше Международный день чая отмечался достаточно скромно и 15 декабря, а с 2020 года Международный день чая отмечается относительно нескромно и 21 мая. Ну, собственно, недавний перенос даты полностью объясняет и оправдывает некоторую инерционность многих наших коллег в праздновании этого дня чая, но, опять же, в нашей культуре Старый Новый год есть. Почему бы не быть и Старому Международному дню чая? Однако, на наш взгляд, при переносе этого праздника с декабря на май произошел не только сдвиг дат, но и некий этический сдвиг принципов, вокруг которых выстроено это мероприятие. Если Старый Международный день чая, который отмечался, напомним, 15 декабря, был в первую очередь праздником международной солидарности всех чайных трудящихся, то 21 мая Новый Международный день чая является скорее профессиональным праздником, ну, такого широкого спектра проблематики, но все-таки в первую очередь он является праздником и фестивалем. Возможно, мы здесь немножко преувеличиваем, но все наши мысли по этому поводу мы собрали в специальную статью, которую опубликовали на нашем блоге. Ссылка снизу под роликом. Наши грузинские коллеги из ассоциации производителей органического чая Грузии анонсировали очередной релиз своего чайного масла, то есть масла отжатого из семян камелии китайских, чайного куста. Причем отжатого очень красиво, там используется холодный отжим и кусты там не абы какие одичавшие, но из такой вот масла-масла-масла. На самом деле, теоретически, технология производства чайного масла достаточно проста. Чайные семена собираются, очищаются от коробочек, потом подсушиваются, потом через некоторое время, ну вот это время сушки, шелушатся, ну потому что, напомним, чайные семена это такие орешки, которые в коробочках. Значит, ну и потом, собственно, небольшими партиями, примерно по 2 килограмма, помещаются под пресс и отжимаются. В результате, ну как бы получается, что выход масла относительно веса семян, ну примерно 10 процентов, ну там все сильно зависит от, например, влажности семян, потому что может быть небольшой такой люфт по весу. Если мы говорим о грузинском чайном масле, то у него есть два нюанса, которые, ну, делают его очень интересным. Нюанс первый, это его настоящесть. Дело в том, что, ну, грузинское чайное масло, оно такое чайное-чайное. А во-вторых, у грузинского чайного масла есть очень интересный исторический шлейф, связанный со старыми еще советскими изысканиями. Что касается чайности и настоящести грузинского чайного масла, то тут все очень просто. Дело в том, что чайное масло, оно, в общем-то, производится практически во всех странах, которые занимаются индустриальным производством чая, но в тех странах масло чаще всего отжимается не из семян камелии китайской, а из семян камелии масличной, камелии алиэфера. Ну, там и семена покрупнее, и урожайность побольше, и масло они дают, как бы, побольше. Ну, короче говоря, это более выгодная культура, но фокус состоит в том, что это масло тоже называется чайным, и человек неподготовленный, ни разу не пробовавший ни тот, ни другой продукт. Мы сейчас убираем технологические нюансы, которыми можно очень сильно влиять на вкус. Так вот, он не отличит масло отжатого из семян камелии китайской от масла отжатого из семян камелии масличной. И, на самом деле, основной риск покупки чайного масла на Тайване или в Китае как раз состоит в том, что ты не разберешь, какое ты масло купил, и тебе приходится, ну, находиться в состоянии такой масляно-чайной неопределенности. С грузинским маслом в этом смысле все хорошо, потому что камелии масличной в Грузии вообще нет. Ну, вернее, она может быть там есть в каких-нибудь питомниках, в научных целях растет, но вот на плантациях или за околицей, или тем более одичавшей, в Грузии ее просто нет. Поэтому, когда мы имеем дело с грузинским чайным маслом, мы можем быть уверены в том, что оно отжато именно из семян камелии китайской. Что же касается вот этого вот исторического шлейфа, связанного с разными изысканиями, то тут тоже все очень просто и страшно интересно. Дело в том, что чайное масло, масло отжатое из семян чайного куста, в Советском Союзе очень внимательно изучалось. Как, впрочем, и другие, ну, можно так сказать, чайные субпродукты, там, и шелушки семян, и там, прочие отходы, ну, придумывали, как их интересно использовать. Современные экологи от этих исследований тащились бы, на самом деле. Так вот, какой-то технологии, какого-то способа массового использования чайного масла советским грузинским специалистам придумать не удалось. И связано это не с тем, что масло там плохое или сложное, или еще какое-нибудь, а в том, что оно редкое и дорогое. И готовить из него, например, там, продукт массового спроса не получилось бы. Однако у него нашлось несколько любопытных ниш. Например, это масло использовалось для смазки разной редкой и уникальной механики. Говорят, даже в космос летало. И, кстати, в таком механическо-смазочном смысле советские специалисты были не одиноки. Относительно недавно какая-то из компаний, занимающаяся производством накопителей на жестких магнитных дисках, использовала масло из семян чайного куста, но как раз для смазки этих самых магнитных дисков. Что касается употребления чайного масла в пищу, то советские и грузинские специалисты делать этого не рекомендовали, но, по словам современных грузинских специалистов, те самые советские и грузинские специалисты сами это масло с удовольствием ели. В этом масле много сапонинов, у него очень приятный такой цветочный аромат и у него очень приятная точка дымления. То есть, ну, та температура, при которой масло, налитое на сковородку, начинает гореть и дымить. На самом деле, чем выше эта температура, тем больше масла подходит для приготовления разных жареных блюд. Так вот, у чайного масла эта температура 252 градуса. Ну, у оливкового, по-моему, 170-180. То есть, это на самом деле круто. И, в общем-то, получается, что идеальный вариант использования чайного масла, это заправить им фруктовый салатик, морковочка тертая, с ним очень вкусная. Ну, и, конечно, на нем надо просто жарить картошку. Правда, заправлять этим маслом фруктовые салатики или жарить на нем картошку будет немножко жирновато, поэтому сейчас чайное масло чаще всего используется в косметических целях. В качестве такого универсального наружного препарата, ну, там, ссадину какую-нибудь смазать или просто для красоты намазать, ну, и отхлебнуть немножко, когда никто не видит. Мы эксперименты с чайным маслом последний раз проводили лет пять назад, в основном гастрономические, на себя не поливали, но если грузинское чайное масло до нас доберется, мы с ним тоже с удовольствием поэкспериментируем. Надо сказать, кстати, что камелия масличная и камелия китайская не являются единственными камелиями, из семян которых отжимают чайное масло. Ну, просто масло. Если поковыряться и порыться по разным косметическим магазинам, то можно, например, найти косметические препараты из масла камелии японской, которую рекомендуют втирать в кожу для того, чтобы придать этой коже дополнительную эластичность. Шота, спасибо большое за разную чайно-масляную информацию. Кстати, о чайных семечках. 17 декабря в научно-исследовательский институт чаев Удзянской академии сельскохозяйственных наук приехали два чайных семечка сорта Ши Цань Тай Ча, которые 90 дней провели в космосе. Ну, то есть, их туда запустили, они там полетали и их назад вернули. Сорт вот этот Ши Цань Тай Ча, это на самом деле сорт, из которого производится целая линейка таких зеленых чайных специалитетов в Ши Цяне, в провинции Гуйчжоу. Ну, и на самом деле, это такой сорт-отец, из которого селекционируют, на основе которого вводят новые сорта чайного куста. И в этом смысле надежда китайских ученых вот на этот полет семечек в космос, она состоит в том, что они там подвергнутся какому-нибудь специфическому воздействию, какой-нибудь специфической космической радиации и приобретут полезные мутации, которые можно будет потом использовать для того, чтобы улучшать и сам чайный куст, и чай, который из листьев, собранных с этого сорта чайного куста, производится. Ну, на самом деле, понятно, что в большей степени эта акция носит такой маркетинговый характер, потому что космическая селекция, все дела, но, может быть, и у селекционеров по-настоящему что-нибудь получится. Вообще, если честно, как-то серьезно комментировать такие новости получается крайне редко, но давайте надеяться на то, что после космического облучения чайные кусты не приобретут коллективный разум и не поработят нас всех как трифиды, у которых, кстати, тоже было очень ценное масло. В прошлом выпуске Парафернали мы рассказывали о чайном конкурсе, который проходил в Анси и на котором соревновались самые разные тягуаныни, и по результатам которого был проведен аукцион, на котором чай-победитель был продан за 30 тысяч долларов, ну, примерно, за 50 грамм. Ну, и вот такую лыково-аукционную строку на днях пришла информация о другом аукционном рекорде, который был установлен в Гувахате. Он, конечно, очень сильно отличается от аукционного рекорда китайского, потому что в Гувахате проводится не постчемпионатный, а традиционный коммерческий аукцион. Мало того, ну, как в другой регион, там Асамы в Гувахате и, соответственно, класс чаев совсем другой, но от этого этот рекорд менее интересным не становится. На этом аукционе в Гувахате килограмм чая с плантации Манахари был продан примерно за 1300 долларов. В прошлом году этот же чай торговался примерно за 990 долларов, в 2018-м за 500 долларов, но то есть динамика на самом деле очень хорошая. Надо сказать, что в этом году вот этого вот чая с плантацией Манахари было произведено всего 2 килограмма против 10 традиционных, возможно, это тоже очень сильно повлияло на цену. Кроме того, чаи с плантацией Манахари есть в открытой продаже, причем на любой кошелек от 4 до 50 долларов за 100 грамм или до 40, но это не важно. Мало того, в их магазине некоторое время назад продавался и чай по цене очень близкий вот к этой рекордной аукционной, но сейчас его уже раскупили, хорошего Асама всем попить хочется. Так что, в принципе, можно этим чаем закупаться, пить его и радоваться тому, что пьешь чай с самой престижной, самой дорогой Асамской плантацией. Ну и как, транслировать в эфир лучи самодовольства. Надо сказать, что тот факт, что, ну как бы так, лучший Асамский чай торгуется на аукционах по цене, которая примерно в 100 раз меньше, чем, ну там, цена за чемпионскую тигуанинь, на наш взгляд, индийским чайным специалистам должен добавлять массу такого живого оптимизма, потому что этот факт, несмотря на разные механизмы образования аукционных цен и абсолютно разные условия, в которых торгуются эти чаи, он очень четко намекает на то, что у чая есть очень большой потенциал премиумизации. Ну там, на два порядка на самом деле. Ну, то есть, грубо говоря, индийским специалистам есть над чем работать, есть куда расти, и есть куда и чай улучшать, и как развивать механизмы создания на него платежеспособного и такого очень дорогого спроса. На прошлой неделе мы наткнулись на Инстаграм-канал и Фейсбук Алексея Митрофанова, московского краеведа, который время от времени публикует разную информацию, связанную в основном с культурой потребления в Старой Москве, в частности, и России вообще, и очень часто публикует там разную информацию чайную. Иногда хорошо знакомую, такую, как, например, старая реклама чайных напитков, иногда совершенно неожиданную, ну или хорошо забытую, такое часто бывает. Вот, например, фотография рипованского чаепития. На первый взгляд, совершенно неотличимого от чаепития русского. Есть самовар, сидят две женщины совершенно такого славянского вида, но если присмотреться к стаканам, то обратишь быстро внимание, что эти стаканы доверху забиты фруктами. Ну, то есть там ни одна долечка яблока добавлена в чай, или там ни одна долечка лимона заброшена в стакан, а просто стакан сначала откровенно доверху заполнен разными вкусными сезонными фруктами, а потом сверху залит чаем. Это очень интересная традиция, мы с ней поковыряемся, обязательно это чаепитие воспроизведем и посвятим ему отдельный, ну, какой-нибудь хороший материал. Или вот, например, реклама чаев Чурина с совершенно замечательными формулировками, типа «требуйте и пейте лучшие первосборные чаи нового урожая, очищенные от пыли и сора на патентованном аппарате». Ну, или Чуринская же реклама, в которой чай доставляют населению, но делают это не на верблюдах, как обычно, а на собачьих упряжках, это на самом деле, ну, такое существенное расширение чайно-караванного кругозора. Или, например, реклама башни самовара, которая была установлена в рекламных целях в 1910 году в Одессе чайным товариществом «Караван». На эту башню можно было залезть и во все стороны самовара посмотреть. Или чайная реклама чаев Швецова, это нижегородский торговец с чаем, которая стилизована под такие рекламные постеры Альфонса Мухи. Ну, кстати, может быть, даже и не стилизована, сейчас уже, наверное, концов не найдешь, но дело в том, что примерно в это время Альфонс Муха в России работал, довольно много работал в Москве, ну, и мог, собственно, и для Нижнего Новгорода тоже чего-нибудь написать. Ну, и вишенкой на торте, вишенками на торте в постах Алексея Митрофанова, на наш взгляд, являются зарисовки Фредерика Деханена, или Деханина, не знаем, и очень нетипичная картина Кустодиева с купчихой за чаем. Фредерик Деханен, или Деханен, это французский художник нидерландского происхождения, который в начале 20 века довольно много путешествовал по России и оставил после себя множество иллюстраций. Ну, какие-то он нарисовал непосредственно в России, какие-то потом, вернувшись в Европу. Ну, и иллюстрации там есть на самые разные темы, начиная от баллов в честь 300-летия дома Романовых и заканчивая конвоем, который отправляет заключенных куда-нибудь снег убирать. Чай на этих картинах, на этих иллюстрациях не очень много, и он вписан в такую повседневную жизнь, но, тем не менее, там есть и иллюстрация, на которой изображен вокзальный чай, когда прибывает поезд и тут же к нему подносят самовар. Там есть иллюстрация с сюжетом из уличной чайной, совершенно замечательная, но самой лучшей иллюстрацией является картина, которая называется «Отдых», и которая посвящена, ну, такой сценке в чайной или в трактире. И вот там есть, ну, просто все, что чайной душе угодно. Ну, во-первых, самовар с заварочным чайником наверху, и там пар идет, и дым струится. Во-вторых, люди, которые сербуют чай из блюдец и пьют чай в прикуску. Ну, и, в-третьих, некоторые фигуры на заднем плане, позы и динамика которых намекает на то, что в этой чайной, возможно, разливали не только чай. Совершенно замечательная картинка, хоть и черно-белая. Что же касается Кустодиева, то вот этой вот нетипичной купчихой, ну, вот эта вот нетипичная купчиха является героиней авторской литографии Кустодиева, которая называется «Купец и купчиха». Эта литография была сделана в 1921 году, потом с нее было сделано несколько оттисков, и эти оттиски, и сам Кустодиев, и, возможно, кто-нибудь другой, они уже разрисовывали, ну, раскрашивали, в зависимости от, ну, там, настроения, заказа и так далее и тому подобное. Среди этих раскрасок есть абсолютно Кустодиевские такие яркие и лубочные, а есть одна, исполненная в очень мягких пастельных тонах, совершенно не характерных для Кустодиевских чайных купчих, и эта литография, конечно, очень красивая, раскрашенная литография. Алексей, огромное спасибо за внимание к чайной теме, будем за вами внимательно следить. The Village опубликовала подборку обзоров парфюмерных ароматов, которые являются относительно новыми для рынка, и которые так или иначе связаны с чаем. На самом деле, чайная тема в парфюмерии, ну, эта штука такая стандартная на протяжении уже многих-многих лет, даже на нашей памяти, ну, как бы, чайному парфюму уже, ну, как бы, ну, так, он возрастной. Ну, например, зеленый чай Элизабет Арген выпустила на рынок в 1999 году, а где-то к первым 2000 годам чайных ароматов на рынке было уже столько, что в 2003 году мы на Титипсе сделали первый обзор чайной парфюмерии и чайной косметики. Короче говоря, в парфюмерии и в косметике чай – это тема постоянная, ну, а обзоры на эту тему появляются время от времени, по мере накопления каких-то новинок. Что же касается того набора, который опубликовал The Village, что самое интересное в нем то, что при описании одного аромата, который называется пепел, авторы обзора делают отсылки к трюфельно-пуэрному мороженому из чайной высоты. И это на самом деле очень классно, когда ты являешься современником чайного продукта, который является основой достаточно сложных ассоциаций. Виктор Йенин и его команда, безусловно, и молодцы. Кюцао, ну, или гречишный чай, напиток, который готовится из семян гречихи татарской или гречихи черной, там разными способами иногда просто семена завариваются, гречихи этой, иногда из них делаются гранулы, но относительно недавно вошел в стандартный набор бескофеиновых напитков, таких модных и современных, был объявлен суперфудом и даже снискал некоторую популярность, ну, такую, не очень широкую. Все-таки вкус у этого напитка довольно специфический. На тех рынках, которые не знакомы с гречкой, напиток этот может быть как такая заморская экзотика еще и прокатывает. Ну, а в нашей культуре он испытывает некоторые ассоциативные сложности. Несмотря на то, что во вкусе и аромате этого напитка, ну, намеков на гречневую кашу нет, ну, надо очень сложно там как-то их искать. И несмотря на то, что он делается из гречихи татарской, а не из гречихи пищевой, все-таки на уровне названия избавиться от ассоциаций очень сложно. И ты, когда пьешь этот чай, очень часто ловишь себя на мысли, а почему, собственно, это не каша и почему в нее сосиски не добавлены. Ну, и в общем и целом, даже если отрешиться от гречишных ассоциаций, все равно напиток спорный. Впрочем, если в гречишном чае увести его вот эту базовую, ну, такую карамельно-злаково-овсяную ноту куда-то на задний план, из него можно сделать очень интересный, очень изящный напиток. Легче всего эту ноту увести на задний план, добавив в кюцау какой-нибудь мощный ароматический компонент. Ну, вот мы экспериментировали с жасмином, с эстрагоном, с бархатцами, с лавандой и с флёрдоранжем, с цветками апельсинового дерева. Понятное дело, что с такими тонкими напитками и такими жирными ароматами надо, ну, очень много времени потратить на подбор дозировки, но, в общем-то, понятно, что кюцау цветы принимает очень хорошо. Ну, или цветы принимают кюцау очень хорошо. Лаванда и бархатцы вообще вне конкуренции, особенно бархатцы. То есть вот гречишный чай, в который добавили цветки бархатцев, превращается в очень тонкий, очень изящный напиток с такой яркой, тёплой, доминирующей цветочной нотой и тонким-тонким овсяным ароматом на заднем плане, овсяно-злаковом. Это очень вкусно. Это были чайные параферналии. Новостной и немного развлекательный проект сайта ttips.ru. Если вам не сложно, в текстовой версии этого выпуска, ссылка на которую есть снизу под роликом, отметьте, пожалуйста, галочками те новости, которые вам понравились больше всего. Нам это здорово поможет. Ещё больше нам поможет ваша поддержка рублём, которую можно оказать по другой ссылке, тоже снизу и тоже в описании ролика. Что же касается прочих наших публикаций, то наш последний пост в блоге, как мы уже говорили, посвящён проблематике современной чайной индустрии. Последний чайный кругозор мы посвятили даржелингам первого сбора как явлению. Ну а новый чай плюс рассказывает о чёрном чае с чёрной малиной. Очень вкусные, но совершенно сезонные штуки. Всё для вас. Спасибо за внимание. Хороших чаепитий. Удачи!